Доброе утро, дорогие! Доброе утро, Андрей Александрович! Доброе утро, Андрей Александрович! Доброе утро! Ну что ж, замечательный выходной день. Как говорится, на себя трудимся и просто отдыхаем морально и ментально и физически. Сегодня мы поговорим с вами немного о целительстве. О этом явлении, что это такое, почему люди разделились на два лагеря. Кто-то верит в это все, кто-то не верит. Кто-то говорит, а вот меня ничего не берет. А когда ты говоришь ему, а вот давай я сердце твое остановлю сегодня в 12 часов ночи. Не, не, не надо. Вот в плохое вере, а в хорошее, созидающее, сложно вериться. Я к чему это говорю? К тому, что многие люди получают дополнительные знания, подсказки, даются ключ от здоровья. И указывая замок, они знают, но ничего не хотят делать. Да, говорит, мы знаем. Да, я все это знаю. Я все это пробовала. А другие не знают, поэтому не могут реализоваться в своем здоровье, в своей жизни. Ну, тут проявляется свободная волна и желание человека. Ну, и умение целителя донести необходимую, важную, нужную информацию. Разъяснить, рассказать, подсказать. На личном примере показать. Вот, например, дыхательная гимнастика, как она действует на наше здоровье. Мы знаем, что человек частично сублимирован. Что такое сублимация? Если где-то прибавляется, оно за счет чего-то должно прибавиться. Ну, например, вы, вектор вашего внимания сосредоточен на финансах. На достижение финансового успеха. Проходите различные курсы, читайте различные статьи, анализируйте. Какие-то алгоритмы в себе применяете. Стратегия. Прописываете планы на жизнь. Некоторые. А некоторые просто услышали. Новизна их вдохновила. Они загорелись, что-то попробовали, не работает. Даже надо каждый день работать. Это нужно накопительный эффект в течение определенного времени попрактиковать, чтобы эта практика включилась. Раз попробовали, ничего не получается сразу. А, нет, это не работает. Я знаю, но это не работает. И все, опять ручки сложил и ждет, когда появится новое знание. Кто-то опять их будет вдохновлять, вести за собой. Показывать, подсказывать. Очень эффективно паломничество. Тут хочешь, не хочешь, в коллективном потоке тебе приходится утром вставать рано. Идти на восход солнца, дышать, качать. И так, три утра подряд, а потом, когда с Аркаима приезжает человек, он звонкий, тонкий, он чувствует внутреннее наполнение, и в то же время внутреннюю тишину, наполненность. Он преодолел себя. Паломничество. На какой-то период времени этот заряд хватает. Нужно же поддерживать огонь. Хватает, и опять человека опускает немножечко вниз. Он включается в бытовые какие-то проблемы, ситуации, в жизнь. И от души отворачивается. Потом, вот я говорю о сублимации. Когда человек начинает заниматься только финансами, а духовностью не занимается он, что-то не дорабатывает. Он пытается ногами, от души головы ногам покоя нет, ногами пытается добиться результата, не головой. В этом-то и заключается суть целительства. Что сначала ты пациент, потом ученик, потом сам наставник. Что ты не только начинаешь практиковать, но ты изучаешь это, углубляешься в эти темы. Не только зарабатываешь, но и прокачиваешь нейронную свою сеть. Ментальные связи формируешь. Понимаешь астральные взаимодействия с людьми. Понимаешь механизмы взаимодействия, когда через сердце надо взаимодействовать, когда через живот. И это жизненная необходимость. Как только ты сублимировал в одну сторону, в один полюс, значит, где-то энергии не хватает. И наступает перекос. Наступает кризис, и человек думает, так, ладно, денег заработал, теперь буду Богу молиться, обращаться к высшим силам, в духовную составляющую. И с головой раз, в духовную составляющую. Ресурс свой направляет именно туда, чтобы преобразиться, найти свое предназначение, осознать себя. И опять что-то неправильно. Вдруг деньги заканчиваются. И он опять все бросает, все эти паломничества, все эти обучения, курсы всевозможные. И опять начинает пахать. И так и кочевки раскачиваются из одного полюса в другой. Так вот, дыхательная гимнастика как раз исключает этот момент. Потому что мы, несмотря на наше внимание в какой-то родной деятельности и так далее, мы качаем себя с утра, сонастраиваем. Каждый нервный центр наполняется троекратно определенным цветом. И это позволяет как раз исключить эту сублимацию. Не заимствовать из какого-то уровня и обесточивать себя, где-то добавлять, а где-то убавлять. А равномерно компенсировать ваше внимание на каком-то уровне за счет того, что все нервные центры наполняются энергией, троекратно прокачиваются. Это позволяет без лишних таких рывков и деформаций развивать себя, расти. Начинаешь обучать, разъясняешь, показываешь. Человек включается, а потом начинаешь сомневаться. Сомнение возникает от того, что человек не практикует просто. Вот и все. А нейронные центры надо нарабатывать несколько раз. Пока тропинку нужно протоптать. Вы должны понимать, что ваше преимущество колоссальное. Это учитель смотрит себе под ноги, идет, тропинку протаптывает, все выделяет, самый симус информационный берет для того, чтобы вы решали другие задачи. Цивилизация динамично развивается и то, что было 30 лет назад, приходили ко мне ученики, я занимался с ними несколько месяцев, чтобы дать первую ступень. Или сейчас несколько часов, чтобы первую ступень человека освоил, осознал, включился. Потому что много информации, люди взрослеют, развиваются, читают, что-то понимают. Так, что верхушек нахватался и хорошо. Он мудрый, умный, но не способный реализовывать то, что он получил, какие знания. Умный, это еще не все, знающий, это еще не все. Желающий делать, это вот другое дело. Поэтому, когда у вас не хватает времени, не хватает энергии, не хватает терпения чем-то заниматься, делайте, практикуйте, дыхательную гимнастику, дышите, прокачивайте по центрам, и это позволит вам высвободить время и высвободить энергию для достижения тех результатов, которые вы желаете добиться. Колоссальное, мощное преимущество. Перезарядились, переключились, подготовили свою нейронную сеть, свой интеллект для качественного взаимодействия с внешним миром и с внутренними созерцаниями, потому что люди завязаны между собой разными нитями, связями, ментальными, духовными, душевными. Есть различные ситуации жизненные, когда человек ведет внутренний диалог с ситуациями, оценивать взаимодействует. Это тоже нужна энергия, канал взаимосвязи, горизонтальная связь, двухсторонняя должна быть. Не только в одну сторону отдавать, нужно еще и получать. Для того, чтобы получать, надо отдавать, начинать. Это вы изучаете хилерство, практическое целительство, сеанс восполнения жизненной энергии, сеанс семейный. Помним сеанс семейный? Когда надо встать спина к спине, и объединить усилия, энергию, создать плацдарм для нисхождения благодати свыше. Благодать нисходная человека. Это благодать не привикатива разных религий. Это благодать всего человечества, человеческого рода. Когда Богу молится, человек поднимает лицо вверх. Когда он делает дыхатель гимнастику, делает движение сверху вниз. Накапливает энергию, соединяет, замыкает небо и землю через себя, являясь проводником божественного света и силы. В этом случае вы прокачиваете себя и даже не знаете, как надо лечить, как надо подойти человеку, а это надо учить, этому учиться. Прокачиваете себя, соответственно, у вас есть плацдарм для исхождения озарения, инсайтов, поддержки высших сил ваших ангелов-хранителей. Те молитвы, которые вы проговариваете, они еще эффективнее, динамичнее начинают работать и транслироваться в пространство. Итак, сеанс семейный, когда спина к спине становится, объединяется усилие, энергия, и плацдарм создается, и нисходит сила свыше еще динамичнее и эффективнее. Передом очень тонкая сонастройка идет на разных уровнях. Все лишние претензии перерабатываются, отрабатываются. Займодействие от сердца к сердцу идет. Ежели вербальный канал переполнен нас, наши родные и близкие не слышат, но они видят личным примером показывать терпеливо, настойчиво, устойчиво, в одно и то же время, чтобы рефлекс выработался, условный заниматься здоровьем. Масса различных практик мы изучаем, много-много изучаем, но ничего не делаем. Разбитие на определенные этапы, занимайтесь через день дыхательной гимнастикой, и через день занимайтесь закаливанием, или не знаю, на гвоздях надо стоять, на стеклах надо лежать, практики преодоления лени, практики преодоления глупости, тупости. Вот об этом хочется вам сегодня рассказать, донести эту информацию, потому что мы способны на многое. Мы задействуем только небольшой процент нашей психической энергии, наших нейронных связей. мозг с удовольствием берет новую информацию, когда одной девочке сказала, ну, расскажи мне какой-нибудь стишок, она говорит, да я, говорит, уже в детстве только учила, на переменках, говорит, на 20 минут мне надо было раз, и три стиха выучу, и надо было сдавать целых пять стихов за один раз, за одну оценку. Я говорю, молодец, вот видишь, как у тебя нейронная сеть была натренирована в детстве, она никуда не делась, стропинка те связи остались, только возьми и опять найди эти стихи, которые как раз и ты учила в попыхах на кратковременную память, и еще раз их прочти, и ты почувствуешь, как твой интеллект начнет шевелиться, твой взгляд поменяется в жизни, ты уже во взрослости начнешь понимать текст этих стихов, и механически учить, а уже некое более развернутое восприятие информации происходит, и тем самым ты напоминаешь своему мозгу тем связям, что ничего не завершено, все помнится, потом прокачивать надо, активизировать, оптимизировать, декламировать, читать стихи, прозу, добавлять небольшую нагрузочку, для мозга вся эта дробина для слона, дробинка для слона, для нашего мозга, вся эта информация, а особенно осознанная информация, она очень важна, более мощные нейронные связи формируются, и мы используем свой интеллект по назначению, а когда нам оценку не надо получать, никто над нами не давлеет, вот мы атрофируем свой мозг, это же тоже мышца, приток крови в голове, гормоны, эмоции включаются, чувства включаются, когда вы берете информацию и сами ее в себе проявляете, читаете, проговариваете вслух, поете, декламируете, это позволяет вам как раз исцеляться, исцеление, исцеляя, исцелен будешь, занимаясь своим здоровьем, идет накопительный эффект, у нас в различной практике каждый раз мы будем с завтрашнего дня различные техники с вами разбирать и практиковать, тренироваться прямо в прямом эфире будем становиться качать, дышать, заниматься, занятия будут проходить чуть-чуть больше времени, но ничего, нам некуда спешить, вся жизнь впереди. Итак, дорогие, сегодня мы исцеляемся, задействуем наши нейронные сети, отрабатываем новые связи, четко диагностируем свое физическое и душевное состояние диаграммами в процентном отношении. Вот посмотрели на человека, ну просто представьте, от одного до ста, в каком он состоянии физическом сейчас, у вас появится образ, образ, цифра, можете оценить, наш ум, наш мозг легко информацию усваивает и сразу дает результат. Бывает, человек задумался, посмотрел в одну точку куда-то в никуда, что же в этот момент происходит, формирование связей, состыковочка, открываются различные горизонты, уровни. Ну человек раз, из этого состояния вышел и начинает заниматься действием. Дал паузу для физического тела на одну минутку, мозг переключился, новый ритм, и человек легко, не теряет времени, действует. я знаю, что слишком много вызовов жизни присутствует, это надо сделать, это, 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 это ты обязан, это ты потом сделаешь, это потом, покрастинация накапливается, и как неподъемный груз, потом легче отказаться вообще от этого дела, чем вытащить. Итак, мы с вами подышим, представляем поток фиолетового света сверху, вдох, и во все тело выдох, поток фиолетового света вдох, во все тело выдох, размеренно дышим, и если пожелаете, закрывайте глаза, прислушайтесь к ощущениям, звук, вибрации, свет, пространство, время, задаем ритм в своей жизни, регулируем, все пустое, ненужное отсекается, пустое времяпровождение тоже отсекается, видим, осознаем, расставляем приоритеты в своей жизни по отношению к событиям, ситуациям, людям, отпускание, прощение, принятие, возвращение личной силы, независимо от вашего сознания, нейронные связи ваши мощно прогружаются, раскрываются, создаются новые связи по отношению к своему здоровью, своей жизни, по отношению к тем, кто вас окружает, четко видим ситуацию, диагностируем и легко принимаем решение. бесконечная энергия, просто небольшие паузы нужно делать, чтобы выдохнуть, слегка перегруппироваться для более качественного, мощного действия. Будем тонко чувствовать эти моменты, отдыхать, легко входить в пространство отдыха, восполнять себя, компенсировать, наполняться светом и включаться в новые ритмы, в новые достижения, при этом сохраняя контроль, защита, та аура, которая осознанно сформирована вокруг вас, защищает вас от негативного влияния и зывания, зависти, ненависти, злобы. Эта энергия представляет вас во внешнем доброжелательность, не заигрывание, не желание получить пятерку за поведение и за очарование, а, естественно, свободное взаимодействие с людьми, быть добрым человеком, отзывчивым, сострадательным и безжалостным. Независимо от вашего сознания, все эти нервные связи четко фиксируются, хорошо, легко себя чувствуем, отличное настроение, отличное самочувствие, максимальная совместимость с миром, с вашей духовной составляющей, с окружающими людьми. осознаем себя, принимаем, видим красоту, создаем красоту, наслаждаемся жизнью, сделайте глубокий вдох и плавный мягкий выдох. Глаза открываем, сеанс завершается, люблю, благодарю, исцеляю, защищаю, намасты дорогие, отличного дня. Намасте.